Валидольный, победный, долгожданный. Такими эпитетами расцвели соцсети, как только в Кирове завершился матч местной родины против Ульяновской Волги. Хозяева, в отличие от Волжан, в 2021 году уже побеждали. 10 января кировчане обыграли Нижегородский старт. Волга же на протяжении восьми матчей не ощущала вкуса побед, а посему игра обещала стать жаркой. Ожидания оправдались. До свистка на перерыв обе команды и вели в счете, и отыгрывались, и набрали на двоих шесть удалений. 3-3. Отличная иллюстрация серьезности намерений. В связи с тем, что вот именно такое напряжение было, вот она такая получилась игра, такая обоюдоострая, с такими моментами, с грубостями даже где-то в какой-то момент были. Ну, я благодарю ребятам, что они выдержали, тем более у нас очень много больных. Вот, у нас и Фельмонов сегодня играл, и ребята, некоторые вообще вышли с температуры и не смогли доиграть до конца. Второй тайм и главная интрига. Кто же положит в свою копилку три очка? Первыми заявку на победу на 54-й минуте сделали кировчане. Волжан такой расклад не устроил. И за четыре минуты ульяновские хоккеисты не только сравняли счет, но и вырвались вперед. Чему, конечно же, поспособствовали два удаления в стане Родины. Которая, кстати, не смирилась с лидерством Волги и на 75-й минуте счет сравняла. Последнее слово в матче осталось за гостями. Евгений Волгужев подловил кировчан и, убежав в контратаку, метким ударом поставил точку. В непростом, но победном для Волжан матче. Мяч прыгал, и он не давал ничего делать, наверное, из-за этого. Поэтому обе команды ловили друг друга просто на ошибках. И мы, по всей видимости, допустили на одну ошибку больше, чем соперника. Следующий тур чемпионата России по хоккею с мячом пройдет 23 января. Его волей календаря Волга пропустит. А значит, у ульяновских хоккеистов будет больше времени на разбор ошибок и подготовку к матчу против казанского Акбарс-Динамо, с которым волжане сыграют на своем льду 26 января. Продолжение следует...